МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если кто спросит, где искать Бога – в пустыне, или в монастыре, или в Иерусалиме, или в каком-то другом месте, надо ответить – ищи там, где находишься и живешь. Бог присутствует во всяком месте, и нет такого места, где не было бы Бога. В старину, в прежние времена, очень часто в России, в каждом селе можно было встретить красивейший храм. К сожалению, сегодня очень редко можно встретить действующий храм в сельской местности. Село Бурмакина, православная жизнь, здесь зарождается заново, благодаря все тем же неравнодушным людям. Сельский житель намного, мне кажется, добрее, это в первую очередь, намного практичнее по отношению к жизни, не по отношению к достижению каких-то целей, а вот к жизни, намного практичнее. И сельский житель стоит на земле ногами, и все зависит от того, как он поработает, это и получит. От своего труда, от своих рук. Конечно, главой статьи я никогда не мечтала, но так вот сложились, так скажем, жизненные обстоятельства, что у меня представилась такая возможность, и я решила, почему бы и нет. Решила попробовать. Вначале, как бы, это была назначаемая должность, потом была эта должность выборная, то есть я прошла несколько этапов выборов, но работаю вот с 2003 года. Если ты что-то хочешь изменить в селе, у тебя есть такая возможность. Если ты хочешь что-то изменить лучше для своей жизни, для людей что-то сделать, для села что-то сделать, какие-то свои мысли воплотить в жизнь, возможность такая есть. Конечно, прикладывать нужно очень много усилий. Ну, наше село, я начну с того, что оно у нас очень старое, очень древнее, древнее вятское село. Село более 400 лет. Да, оно действительно очень растянуто, очень протяженное. Так сложилось исторически, потому что изначально до революции люди здесь жили из воза. Здесь были постоялые дворы, здесь менялись лошади, то есть те люди, кто ехал из Вятки, допустим, в эту же Татарию, они здесь останавливались, делали перерыв в своем пути. Что касается возрождения села, я, конечно, реалист, потому что, исходя из тех условий, в которых мы сейчас живем, мы понимаем, что какие-то грандиозные планы строить очень проблематично, но желаний-то у нас очень много. Нам хочется, конечно, в первую очередь хочется, чтобы у нас были дороги. Если дороги будут на селе, это 50% успеха, наверное, всего села. Дороги, чтобы у нас были, чтобы у нас все было благоустроено. Но мы к этому идем, пусть небольшими шажками, но мы каждый год что-то делаем для этого. Все равно мы идем вперед. Более тысячи человек сейчас проживают. Молодежи очень много в селе остается. Если молодежь остается, значит, село жизненно способно. Если молодежь уезжает, надо задуматься, значит, что-то у нас не так, что-то у нас идет неправильно. А еще вот гордость нашего села – это школа. Если школа есть в селе, это тоже, значит, перспективы очень большие. Если дети в селе рождаются, значит, село будет жить. Родители остаются, встраиваются многие земельные участки. Многим тут выдали нашим бурмакинским молодым семьям земельные участки. И они строят здесь дома. Это значит, человек тут уже останется, значит, будет здесь жить. Тем более, что дом – это всегда огород, это всегда какое-то хозяйство. Все человек привязан. Это очень хорошо. Я работаю не одна, у меня очень хороший коллектив. У меня очень хорошие помощники. Нас немного, но мы делаем очень большую работу. И все, как бы, я считаю, что профессионалы болеют душой за то дело, которое они делают. Каждый старается помочь чем-то людям. Главное, чтобы в селе жизнь была налажена, чтобы были дороги, чтобы была вода, электричество, газ, чтобы не было правонарушений, чтобы людям было комфортно, удобно и приятно жить в том населенном пункте, в котором они живут. Много что нужно еще изменить, очень много. У нас даже нет своего дома культуры в настоящий момент. У нас нет, где молодежи собираются. Единственный очаг культуры у нас сейчас на селе, это наша сельская библиотека. Это тоже наша гордость. У нас там все мероприятия мы проводим свои и собираемся. Там работают замечательные женщины, которые также душой болеют за наше село. Татьяна Николаевна, когда репетиция в Погоднюю села будет? Ну вот вчера была и сегодня после обеда будет репетицией. Репетируют практически каждый день. Что радует в этот раз, что молодежь у нас активно участвует. Вот начинают маленькие и подростки, которых бывает иногда сложно затянуть, но тут вот их активность прямо радует. Они с настроением, они предлагают свои идеи. С удовольствием ходят. Да, они идеи свои предлагают. И вот у нас вообще молодежь хорошая. Очень хорошо. А это у вас что такое? Ну вот это наши ребята нарисовали. Рисовали тему добра и взаимопомощи. Они рассуждали, обсуждали, как нужно вести себя по отношению к близким, по отношению друг к другу. И именно тема добра обсуждала, что надо помогать и друзьям, и родителям, и старшим. На День села можно стенд оформить. И, конечно, можно обязательно. У нас День села вообще приурочен к нашему православному празднику, престольному празднику Бурмакина был День Казанской иконы Божьей Матери. 21 июля. 21 июля. И День села мы всегда стараемся отмечать или в этот день, или ближе к этому. Праздник села, он всегда объединяет людей. И они понимают, что вот именно в этот день они чувствуют себя вот бурмакинцами. Взять если ребят-подростков, которые сейчас вот в девятый класс пойдут, из них этот патриотизм, он прямо вот распирает. У нас такое крутое село. Мы постоянно им говорим, что все-таки как бы вы хорошо потом не устроились, где бы вы ни жили, все равно будете вспоминать свое село. Честно сказать, не ленятся люди. У нас мало людей, таких вот бездельников, которые бы ходили и воздух пинали. Готовились, когда к Дню Победы сделали мемориальную доску. Второй год у нас бессмертный полк проходит очень активно. В этом году, пожалуй, наверное, все бы позавидовали, когда увидели, сколько жителей у нас прошло всех поколений. Вот я снимала видео именно показать, что у нас не просто пришли там 20 человек и встали, а шли все жители. Я в Бурмане сюда приехала после окончания института в 88-м году. Конечно, село за это время очень изменилось, потому что наша жизнь не стоит на месте, мы все двигаемся вперед. Вместе с нами наше село вперед движется. В 2010-м году был установлен этот поклонный крест. Мы его установили как символ нашего покаяния, может быть, скорби какой-то о том храме, который находился как раз вот на этом месте. Здесь стояла довольно большая, красивая, старая церковь, которая была разрушена в 1940-м году. Ну вот на этом месте, где я сейчас прохожу, как раз и была наша старая церковь, которую разрушили. Вот это, можно сказать, исторический центр нашего села. Рядом с церковью была церковно-приходская школа. Вот в этой церковно-приходской школе сейчас у нас идут восстановительные работы, хотя бы начать служение вот в этом здании. Наша основная сейчас цель – восстановить храм, отдать как бы дань свою историческим нашим предкам за то, что было наделано в свое время неправильного. И сейчас там трудится наш священник, отец Андрей. Нас отучили, от веры отучили, от церкви отучили. Ну, то, что храм нужно восстановить в селе, об этом говорят все. И вот, наверное, у нас нет такого человека, который бы сказал, что нет, мы не будем этим заниматься, это нам не нужно, мы этого не хотим. Ну, когда назначили к нам сюда в Бурмакино отца Андрея, мы уже все в Бурмакино о нем много слышали и много слышали хорошего. И поэтому, когда он приехал к нам в Бурмакино, для нас, на самом деле, была радость. А до этого он был в Куменах. Кумен от нас недалеко, поэтому все мы тут, можно сказать, в одной семье и живем, друг друга знаем. Ну как, Наталья Михайловна, вид на втором этаже у нас? Вообще все замечательно, посмотрите, как. Все штукатурили, зашпаклевали. Красиво, радостно, в душе сказали. Сейчас у нас еще потолок надо, вот, натяжной потолок сделать, и будет все замечательно. У нас будет вообще красота подная. Юридически приход зарегистрирован с 2009 года, а храма, храма еще нет. То есть вот мы сейчас пытаемся хотя бы в этом помещении начать службу. Сначала хотя бы молебен, панихиды, панихиды, судя, потом уже, если алтарь сделан, то, значит, совершать божественную турбию самое главное. Нам очень повезло, наши настоятели, если бы не он, у нас дело бы, может быть, до сих пор смертной точки не сдвинулось. А он своими руками начал делать то, что мы не могли собраться. Да, он сам убирал эти гнилые доски, разбирал окна, разбирал печи. И сейчас вот мы пришли, батюшка у нас вот в таком виде, он работает. Нам просто стыдно бывает, иногда мы не делаем, а он делает. Ну, личный пример самое главное. Храм – это все, это жизнь людей, жизнь прихода, не только прихода, жизнь всех людей, жизнь села. Села началась раньше, началась храма, и оно живет. Если духовности нет, то и жизни в селе нет, все замирает. Я считаю, что возрождение духовной жизни, наверное, не только с храма, но храм тут является основоположником. Для нас важно, чтобы нравственная составляющая в селах присутствовала у населения, у всего населения, и у молодежи, и у работоспособного населения, и у всех абсолютно. Тем более, коррекционно, школа рядом у нас находится, ребята все-таки непростые, и без родителей живут, которых тоже нужно что-то донести доброе, это самое светлое, духовное. И средняя школа, ребята, значит, которые, то есть, почки, то есть, семена-то есть куда сеять, чтобы они сходили-то потом, конечно. У нас все равно люди пойдут, люди в храм придут. Мы рано или поздно все равно все в храм придем. Только зависит от того, насколько это будет рано или поздно. Это здание намолено, и свыше нам дано было вот именно здесь сделать церковь. Это может быть не сразу, постепенно, потому что мы своими силами ее восстанавливаем. Кто-то работой физической, кто-то, может, материалами, но восстанавливаем. И надеемся, надеемся еще в своем храме подслужить службе. Конечно, через свой труд, когда люди-то участвуют, это будет он дорог, когда они сами, даже пусть какую-то копеечку вложат, и кирпич поднесут, то вот он тогда начинает быть дорогим, своим. Хотелось бы, чтобы вот жители, хотя бы предки, которые здесь жили, могут это и вспомнить, это самое, где-то живут, где-то мегаполисы. Какие-то места поколения, такая возможность, хотелось бы, чтобы нам помогли. Что своих финансов нет нисколько. И, конечно, у кого-то, если сердце защемит по своей малой родине, то мы, конечно, рады, чтобы нам помогли, вспомнить, что здесь были их предки, жили, и храм был прекрасный. Очень, будем рады, что они помогут этому благому делу и сами душу свою спасут. Это мы делаем для своих детей, для своих внуков, чтобы им было где-то свою душу открыть, вспомянуть нас добрым словом, поставить свечку и за здравие свое, и за покой наш, когда мы там будем. Всякий раз, когда израильский народ отступал от Бога, у него отнимался храм. Стоит ли нам сегодня дожидаться этого печального момента? Или все же поверить в Бога и повернуться лицом к его храму, пускай еще даже всего лишь зарождающемуся? Субтитры подогнал «Симон»!